Район Высокого Берега – место популярное как у отдыхающих, так и у местных жителей. Елена Чемакова руководит местным ТОС. Подобные обходы она совершает минимум раз в день. Жители складывают мешки в отведенных для этого местах. Строго в определенное время его собирают коммунальщики. Когда вы возите мусор, чтобы убирали территорию, именно где мусор был, на что мне сказали, что у них нет инвентаря, который убирать. И на что ответили, что должен это убирать дворник, который привлекающий здесь территорию убирает дворник. На самом деле я считаю, что должна вот компания, которая вывозит, должна после себя убирать. Примерно половина четвертого, а первые пакеты уже появились. Мусор вывозят в два часа дня. И тут уже просьба к жителям подстраиваться под расписание, потому что пакеты, выставленные с вечера, как минимум привлекают кошек и собак. Убедительная просьба, чтобы выносили мусор именно в два часа дня. И тогда у нас шанапа будет очень чистый, и наш квартал будет красивый. На соседней территории хозяева домов выставили мешки, но здесь, по словам жителей, проблема в том, что расписание приезда машины плавающее. И такого, по мнению руководителя местного ТОС, быть не должно. Вот должна мусор к пяти машин подойти, а еще неизвестно, когда она подойдет. То ли в четыре, то ли в шесть, то ли в семь. Вот мы привыкли вовремя. Если к десяти, то к десяти машин, а если к восьми, то к восьми. Если к пяти вечера, то к пяти, понимаете? Также на участке Анастасии Химченко улица Крылова, где мусор и вовсе могут вывозить через день. Коммунальщики говорят, что улочка узкая, движение одностороннее, а небольшая машина часто занята. Но ТОСовцы полагают, что людей, которые платят деньги, это касаться не должно. Теперь по поручению главы города-курорта в администрации будут собирать и изучать информацию о проблемах с вывозом мусора. Затем приглашать ТОСовцев и представителей управляющих компаний. Мы будем приглашать по пять управляющих компаний, чтобы не превращать их в массовые совещания, а чтобы был конструктивный разговор. Пять управляющих компаний, замечания, до какого числа они устраняют, какими силами, какими средствами, может им в чем-то помощь нужна. По словам заместителя главы города, сбои, безусловно, бывают, однако конечная цель таких встреч – их устранить. Тем более, что население регулярно платит за вывоз мусора, а ТОСовцы говорят, что их цель – поддерживать чистоту в соответствующую роли главного детского курорта страны.